так африканская деревня я думаю что мозг играет там в ресторане ну давайте попробуем туда все таки хоть издалека посмотрим я же не успокоюсь все равно мне же интересно пойдем спустимся такая лампочка здесь висит мы видим и вечером чтобы люди не заблудились видны а он там еще одна дорога показать это шум-то а что так шумит ветер так шумит здесь я точно 1 указатель здесь прикольно идти так по лесу лютики что-то мне напоминает это наше подмосковье и вы лютики лампочка вам не кажется африканская деревня что-то болото есть какие-то животные есть раз меня чуть не закрыла 100 рублей ну чего пойдемте сходим а вот здесь на можно покушать в этих домиках у кого крокодил пока денег с меня не просят было написано 100 рублей за вход может при выходе прикольно о это что там а это так понимаю шкура крокодил наверное там уже лес так здесь оказывается такая большая территория взяли с меня деньги давайте прогуляемся чё А, здесь проходит представление. Здесь какие-то штуки продают. Всякие. Ну, какие штуки. В чистилище. Видите? Это чистилище. А, там туалет. Да, это туалет. Бегемот. Бегемот. Ух ты. Ух ты. Класс. Ого. Это у них называется этническая зона. Ну, я вам хочу сказать, не зря мы сюда с вами пришли. Какие велосипеды, самокаты. Не зря мы сюда с вами пришли. Класс. О, черепа. О, черепа. Еще что-то. Еще что-то. Пошли еще. Там лягушка прыгнула. Неожиданно так. А, это вот построены, наверное, такие вот дома, на которых живут некоторые племена. Видите? На высоте. Чтобы их не заливало. Да, это мы с вами хорошо сюда попали. Люблю я такие места атмосферные. Так, а здесь должны быть козочки. Ну, наверное, жарко, и поэтому они спрятались. Нету. Нету. Ой, ну черепака, еще со скелетом повесили. Это, конечно, не очень приятно. Вот это прикольно. Вот лодка стоит. Так, вот курочки здесь есть. Такая хижина. Что там внутри, пойдем посмотрим. Это настоящая хижина. Бочка, кувшин. Какая штука. Тяжелая. О, костюм шамана-покровителя дождя. Ритуальные маски. Маска шамана-дерево. Маска-ритуальный оберег мужчины. Ритуальный музыкальный инструмент. Оберег женщины. Класс. Ну, что, выходим. Мне понравилось. Какая ручка. Ну, вот и все. Покидаем мы с вами это место. А, понятно. Я думала, там вода. Ослонов нет. Жираф, бегемот был, а слонов нет. Ну, вот такая у меня сегодня получилась прогулка. Поехала на Кипарисовое озеро. А попала в африканскую деревню. Так что, все получилось замечательно. На этом я закончу сегодняшнюю прогулку. Вернее, я еду обратно в Анапу. У меня сейчас час на автобусе. Но все равно какое-то разнообразие должно же быть в отдыхе. Не все же ходить по городу. Поэтому до встречи в Анапе. Покажу вам, что из себя представляет Анапа в апреле. Спасибо большое, что вы вместе со мной посетили это такое место. Ну, я не могу сказать, что необычное. Но, наверное, в любом курортном городе пытаются привлечь туристов чем-то необычным. Так что, будете в Анапе в отпуске, приезжайте. Здесь есть, что посмотреть и чем заняться. Всем пока-пока. Но вы далеко не уходите. Потому что будут еще прогулки по Анапе. Я думаю, что будет много интересного. Ставьте лайк, если вам понравилось. Комментируйте. Все. Пока-пока.